Как создать YouTube канал? Здравствуйте дорогие подписчики, с вами на связи Виктория Катаченко. И сегодня мы будем регистрироваться на YouTube. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы ставить лайки, подписываться на каналы, загружать видео на свой канал и возможно в будущем зарабатывать. Либо же просто собирать на своем канале полезную вам информацию. Это необходимо сейчас практически каждому человеку иметь свой канал. На YouTube и сейчас мы с самого нуля зарегистрируем аккаунт в YouTube. Для начала нам нужно иметь почту Gmail. Это основное условие. Ссылочка на эту страничку будет под видео. Или же вы просто можете в поиске набрать регистрация на gmail.com. Значит нам предлагается заполнить анкету. Вписываем на своем родном языке. Пишем свое имя и фамилию. Придумываем имя пользователя. Можно использовать буквы латинского алфавита, цифры и точки. Значит можете написать просто свой номер телефона. Можете написать любое слово. Но главное, чтобы не было совпадений уже с существующим email адресом. Поскольку я регистрирую тестовый аккаунт, я напишу вот так вот. Робо. Потому что email тест наверняка уже существует. Так. Допустимое количество символов от 6 до 30. У нас мало букв. Давайте напишем пробо. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Получается шесть. Имя уже занято. Обратите внимание. Невозможно создать новое имя пользователя, добавив точки к уже существующему или поменяв строчные буквы на заглавные. Попробуйте еще раз. И вот предлагают, видите, предлагают свободные Gmail'ы с моим именем и фамилией. Но мы не будем этого делать. Мы напишем просто цифры и придумываем пароль. Минимальная длина пароля 8 символов. Не рекомендуем использовать пароли от других сайтов или слова, которые злоумышленники могут легко подобрать. Должно быть минимум 8 символов. Так. Пишем свою дату рождения. Я пишу просто любую дату. Но вы, конечно же, вписывайте лучше свою дату. Вам понадобится дата рождения в случае, если вы будете восстанавливать логин или паролик к своему YouTube каналу. Когда-то я забыла пароль, и у меня не было того номера телефона, на который я подтверждала этот свой ящик. И меня просили максимально больше информации дать о своем канале. То есть, когда я его зарегистрировала, там какие, сколько там было видео. Ну, короче, и там уже был вопрос о дате рождения. Поэтому лучше пишите свою дату, вы ее точно не забудете. Выбираем пол. Выбираем, ставим мобильный телефон. Зная номер вашего телефона, мы сможем надежнее оберегать ваш аккаунт. Например, если вы забудете пароль, мы отправим вам смс с данными для восстановления доступа. Значит, если вы сейчас здесь не напишите телефон, вас попросят все равно его позже написать для подтверждения аккаунта, чтобы отправить вам смс. А раньше это было не обязательно, но сейчас уже, увы, так. То есть, пишем номер телефона. Ну, хотя, почему, увы, номер телефона все равно лучше указывать. Так, и запасной адрес электронной почты. Этот адрес обеспечивает безопасность аккаунта и служит для получения уведомлений. Кроме того, с его помощью другие пользователи смогут найти вас, если вы хотите отключить ту или иную функцию. Это можно сделать в настройках аккаунта. Короче говоря, запасной адрес электронной почты тоже очень важная штука, потому что, когда вы его вписываете, и потом что-то случается с аккаунтом, вы можете восстановить через запасной адрес электронной почты. То есть, вписывайте его. Это может быть как почта mail, так и яндекс, там любая почта. Так, пропустить эту проверку может потребоваться проверка по телефону. Мы не пропускаем эту проверку. Мы пишем цифры, которые видим на картинке. Выбираем страну. Страну выбираем свою. Тоже раньше тут выбирали другую страну для того, чтобы потом монетизировать свой канал. Но сейчас Украина, Россия, бывшие страны СНГ уже тоже монетизируются, поэтому можно свою страну выбирать, какая есть. Так, ставим галочку. Я принимаю условия использования и соглашаюсь с политикой конфиденциальности в Google. Можете, конечно, это прочитать. И нажимаем кнопочку «Далее». Вот, если вы указали номер телефона, он вписывается сразу. Если не указали, тут будет пустое поле и вас все равно попросят его указать. И вы выбираете текстовое сообщение или голосовое, вам отправить. Нажимаем «Продолжить» и на телефон приходит смс. И код с этой смс вы вводите в это поле. Нажимаем «Продолжить». Нажимаем «Продолжить». Кстати, хочу вам сказать. Ладно, скажу потом. Так, нас поздравляют, зарегистрировались. Теперь вы можете подписываться на каналы YouTube, бесплатно проводить видео-встречи с друзьями, сохранять любимые места, на карте многое другое. Здесь у нас доступ к приложениям, проверка уведомлений, настройка аккаунта. Вот у нас доступ к приложениям, в том числе и к YouTube. Вот тут у нас будет оповещение от Google. И тут вот настройка аккаунта, мой аккаунт. То есть вы можете сюда нажать, можете нажать, просто перейти к сервису Gmail. И мы попадаем на свою электронную почту. Здесь нам предлагают узнакомиться с сервисом. Мы смотрим слайды, нажимаем вперед. То есть читаем. Как бы кто не знает, как этим пользоваться, тут все очень подробно будет расписано. Значит, и почта у вас создана. Вот входящие, прочитанные, отправленные и так далее. Что нужно делать дальше? Дальше нам нужно зарегистрировать, вернее, как бы авторизироваться на YouTube. Как мы это делаем? Нажимаем на вот эту вот вкладочку. Она, кстати, есть везде, всегда, когда вы заходите через Google Chrome. Она у вас есть, я сейчас через Opera, но если я зайду на Google Chrome, я вам сейчас покажу. Открываем новую вкладку. Вот тут вот с правой стороны, в правом верхнем углу всегда есть значки. Если они сразу не появились, нужно обновить страничку, вот они появляются. Вот такие вот значки. Здесь, опять-таки, у нас все приложения Google. Здесь вход в Gmail отдельно вынесенный, хотя он есть и тут, вот Gmail. То есть, если вам нужно быстро попасть на почту, открываете новую вкладку, обновляете страничку, если вот эта не появилась сразу, и смотрим, либо Gmail, либо YouTube. Заходим, как бы и работаем. Вот, я сейчас была в Opera, тут то же самое, в принципе. Давайте продолжим. Так, стоп. Для того, чтобы нам сейчас зайти на YouTube канал, нужно сохранить вот этот вот адрес. Потому что, если вы выйдете со своей почты, но вы каким-то образом не запомнили адрес своей электронной почты, вы потом это не восстановите. Короче говоря, вот это сразу запишите, адрес своей электронной почты. Потому что можно делать такую ошибку, как бы там думал, запомнил. Потом нажимаем на YouTube, а тут нам задают вопрос такой, а, вот мы попадаем на YouTube. И для того, чтобы зарегистрироваться здесь, авторизироваться, опять нажимаем кнопочку «Войти». И вот нам предлагают, у вас будет пустое поле, ввести свой электронный адрес. И вот тут вот он нам и пригодился, который мы только что зарегистрировали. Если у вас есть электронный адрес, то регистрацию на YouTube можно начать именно с вот этой вот кнопочки. То есть нажимаем на YouTube, и дальше нажимаем кнопку «Войти» и вписываем в свой Gmail. Нажимаем кнопочку «Далее». Нас просят ввести пароли. Важно, без пароля не пустят. Вы же его тоже записываете себе в блокноуте, когда создаете свой Gmail. Нажимаем «Войти». Нам предлагают сохранить пароль. Ну, это по вашему желанию. Теперь вы зарегистрированы на YouTube. Ура! Вот она наша надпись. Итак, теперь у вас есть свой аккаунт. Что нам с этим дальше делать? Его нужно немножко оформить. О том, как оформить... Вот тут нажимаем мой канал. Как оформить свой канал, я расскажу вам прямо сейчас. Хотела сказать в следующем видео, ну, наверное, лучше сделаем все в одном, да? Итак. Нажали там на стрелочку «Мой канал». И вот что нам пишут. Создайте свой канал, взгляните на свой профиль со стороны. Виктория Катыченко. Чтобы изменить название, нажмите здесь. Вот можно все изменить. То есть можно и тут изменить, и тут изменить. Если у вас свой личный канал, именной, да? Вы можете оставить свое имя и фамилию. Если у вас какая-то, допустим, вы создаете канал под какую-то компанию, например, там, или под какой-то интернет-магазин, или, ну, не знаю, под что-то конкретное, вы можете изменить его название. На, например, там, веселые зайчики, что-нибудь такое. Вот. Я оставлю пока что как есть, чтобы показать минимальное количество действий, а потом мы сможем продолжить и углубиться. Возможно, в следующих видео. Значит, здесь вы можете менять, видите, дату рождения. Так, нажимаем кнопку «Продолжить». И здесь мы можем, вот у нас уведомления первые пришли. Ну, это уведомления пришли именно «Добро пожаловать» и «Заполните свой профиль». Как бы можем их прочитать, можем не трогать. Я сейчас вам покажу, как заполнить свой профиль. Сюда вы можете вставить любую фотографию, любую аватарку, либо свое фото. Изменить значок канала. Значок вашего канала связан с подключенным аккаунтом Google+. Он обновится через несколько минут после того, как вы измените значок Google+. И вам предлагают либо отменить, либо изменить Google+. Давайте сразу сделаем все пошагово, чтобы потом не запутаться. Вот нас перекинуло в Google+, и сразу перекинуло «Добавить фотографии». Выберите файл на компьютере, альбомы, из фото со мной, из веб-камеры. То есть здесь как бы сейчас веб-камера включится, но мы не будем. Ее включать, потому что она у нас работает в Camtasia. Загрузить фото с компьютером. Выбрать файл. Нас запускают на компьютер. И вы выбираете аватарку. Ну, допустим, ставим эту. Здесь ее можно отредактировать, сделать больше, сделать меньше, как вам того захочется. Так, установить как фото профиля. Нажимаем кнопочку. Поделитесь новой фотографией. Поделиться с друзьями. Ну, то есть у нас еще нет тут друзей, как бы, поэтому, конечно, мы нажимаем кнопочку поделиться. Так, мы не будем выбрать. Просят выбрать там для всех. Ну, в общем, это не столь важно, потому что везде тут у вас будет по нулям, если у вас новый профиль. Отправка. То есть никому эта фотография не поделится пока что. Значит, здесь тоже можно так, сменить обложку. Это, напоминаю, это не ваш YouTube канал, это Google+. Вы можете с компьютера там, ну, я выберу сейчас из галереи, да, чтобы долго не тратить время на это. Мы выбираем из галереи, выбрать обложку. И вот такая у нас красивая, кстати, получается обложка. Здесь вы можете заполнить свой профиль. Рекомендую это сделать, потому что все-таки Google+, это классная соцсеть, которая в будущем переплюнет все остальные, я думаю, потому что, ладно, не будем углубляться. Нам нужно вернуться на YouTube канал. Вот, я перешла между вкладками сверху и сейчас обновим страничку. По сути, через пару минут вот тут вот появится данная аватарка. Дальше, вот смотрите, оформленный канал, да, вот оформленный канал. Здесь стоит аватарка и стоит такая же шапочка. Вот нам нужно сюда тоже поставить шапку. Нажимаем синюю кнопку и опять, либо загружаем с компьютера, ну, там должен быть вот рекомендуемый размер изображения. Как это сделать, как найти такие фото, можно в поиске опять-таки набрать слово фотография, фото там, да, или там, ну да, картинка и набрать вот эти цифры. И вам выдаст все возможные варианты, которые вы можете скачивать и сюда загружать. Ваши фотографии галереи. Я же сейчас опять выберу из галереи. Тут другая галерея. Тут она как бы по... Меньше, меньше тут вариантов. Вот, ну, поскольку я люблю Мальдивы, я вот их и выберу. Вот, тут тоже можно регулировать. По-моему, почему-то не регулируется. А, только вверх-вниз можно регулировать. Ладно, выбрать. И сюда вот она ставится. Так, все-таки фото никак не обновится, но ничего страшного. Итак, вот у вас есть канал, на котором только ваша аватарка и шапочка. Для того, чтобы начать работать с каналом, вам нужно сюда начать загружать видео. Ну, если вы для этого канал создавали, да, для того, чтобы добавлять сюда видеоролики. Если же вы просто создали канал для того, чтобы иметь возможность ставить комментарии, оставлять. Вот я сейчас на том канале, который новый создался. Вот, у вас появится такая возможность уже после регистрации на Gmail. И, по-моему, YouTube тоже нужно все-таки зарегистрировать для того, чтобы ставить лайки и там подписываться на канал. Да, если вы... Окей. Если вы не вошли в свой аккаунт, вы не сможете вот тут вот ничего делать. Так, как мы загружаем сюда видеоролик? Если вы хотите загрузить свой видеоролик, вы нажимаете добавить видео и появляется такая вот вкладочка, где мы можем выбрать открытый доступ, доступ по ссылке или ограниченный доступ. То есть, если у вас видео общедоступное, которое вы хотите показывать всем, вы нажимаете открытый доступ. Если вы хотите видео сделать так, невидимым для всех людей, а только видимым для людей, которым вы дадите конкретную ссылку, эту, вы нажимаете доступ по ссылке. Если вы вообще не хотите, чтобы ни у кого был доступ, кроме вас, только вы сможете видеть это видео, когда вы зашли в аккаунт, вы набираете, выбираете ограниченный доступ. Мы ставим открытый доступ и дальше нажимаем на стрелочку. И опять попадаем в компьютер, где уже вы выбираете, вы выбираете видеофайл, нажимаете открыть, и этот ролик у вас загружается. Если вы хотите скачать видео с YouTube, сейчас я покажу, как это сделать. Это очень просто, только я хочу выбрать маленькое какое-то видео, чтобы оно не занимало у нас много времени. Вот маленькое видео на минуту 42. Смотрите. Очень просто. Во-первых, здесь может быть у вас стоять приложение, которое позволяет скачивать. Если у вас таких приложений нету, то вы просто после точки, вот www. перед словом YouTube вставляете две английские буквы S и нажимаете кнопочку Enter. И ждете. Вас перекидывает на сайт, где... Вот появляется это видео. И вариант, который вы выбираете для скачивания. То есть, как правило, предлагает самый лучший вариант. Сразу 720. Ну, если видео было в лучшем качестве, оно может быть в 10 в лучшем качестве. Вот. И вам рекомендуют установить, чтобы... Приложение, программку, чтобы скачивать видео с YouTube. Вот оно у меня установлено. И у меня там стрелочка такая стоит. Поэтому мне не обязательно заходить сюда. Нажимаете скачать. Оно у вас загружается в компьютер. Оно уже загрузилось. И вы можете либо его отсюда прямо вот так перетащить и отпустить. Либо опять-таки... Так, сейчас посмотрим, куда оно загрузилось. Показать в папке. Оно у нас загрузилось в загрузке на диск F. Так, уже закачивается. Какое быстрое. Давайте еще раз покажу вам, как загружать не отсюда. То есть понятно, да? Это у меня видео сейчас загружается, потому что я сюда потянула файл. И он автоматически начал грузиться. Название у вас остается такое же, как и было в том видео, которое вы скачали. Здесь вы пишете описание. Здесь вы прописываете теги. Теги это для того, чтобы ваше видео искали по запросам. Допустим, это видео про Мальдивы. Здесь можно написать описание, когда снималось это видео, для чего и так далее. Или просто о чем это видео. А тут я прописываю теги. Допустим, Мальдивы, Мальдивские острова через запятую, там жизнь на Мальдивах и так далее. Все возможные слова, по которым люди бы искали это видео, как вам кажется. И вот предлагаемые теги. Вы тоже их как бы обязательно используете. То есть на них просто клацаем. И они вот краб. Не знаю, почему это слово сюда вписали. Ну, короче говоря, теги, которые вам предлагает YouTube, тоже используйте. И вписывайте свои. Через запятую. Если вы вписываете там два слова, то советуют всегда оставить, брать их в кавычки. Это лучше для поиска. И потом нажимаем опять запятую. И вот смотрите, опять появилось слово предлагаемое. Тег. И вот здесь предлагаются картинки, которые вы можете выбрать для фотографии, как бы заставки, которая будет показываться на видео, когда она в стопе стоит. Ну, когда она стоит у кого-то, показывают в похожих видео, допустим. Или в соцсетях, когда вы ним делитесь. Вот тоже будет стоять картинка, которую вы вот здесь вот выбираете. После того, как вы написали название, описание, допустим, тоже. Ну, пускай так. Хотя описание, конечно, чем подробнее описание, тем больше шансов, что ваше видео найдут. И в описании нужно стараться несколько раз. Это я уже вам такие секреты открываю, фишки можно сказать. Несколько раз прописывать основное слово, по которому будет поиск. Допустим, если у меня основной поиск Мальдивы, то текст описания лучше составить так, чтобы слово Мальдивы звучало там 3, 4, 5 раз. Допустим, этим летом мы ездили на Мальдивы, этой зимой мы ездили на Мальдивы. На Мальдивах нам очень понравилось, потому что мы кушали там мальдивскую пищу и ловили мальдивских крабов. Ну, к примеру, да. То есть старайтесь проявлять изобретательность и писать тексты, в которых будет ключевое слово звучать несколько раз. Ну и, конечно же, здесь варианты в тегах. Описываете... То есть описание и теги, оно должно тоже пересекаться. То есть если у вас основное слово Мальдивы в описании, то оно должно быть и в тегах обязательно. Ютуб тоже на это смотрит. И в названии тоже основное слово должно быть. То есть когда основное слово прописано в этих трех позициях, ваше видео будет быстрее выходить в хорошие позиции. Значит, тут вы можете опять-таки выбрать доступ, какой вы хотите, открытый доступ по ссылке или ограниченный доступ. И здесь вы можете добавить видео в плейлист. Если у вас нет плейлистов, если есть, тут они будут в список выдан. Если нету плейлиста, вы нажимаете создать новый плейлист. И пишите тут, допустим, Мальдивы. И нажимаете сохранить. И это видео автоматически, вот галочка стоит, попала в плейлист Мальдивы. Нажимаем кнопочку опубликовать. Также опубликовать в Google Plus и Twitter. Это можно, если вы привяжете. Так, Google Plus, он у нас привязан. А вот Twitter, как бы, если нажимаем на эту галочку, вот вам предлагается сюда ввести в Twitter логин и пароль. Так, ладно, это мы углубились уже не в ту сторону. Нажимаем кнопочку опубликовать. И наше видео опубликовано. Нажимаем на название, чтобы его посмотреть. Вот оно есть. Вот оно написано название. Если нажать на карандашик, должно оно редактироваться. Но сегодня и вчера, вот несколько дней, что-то происходит. Видимо, они настраивают что-то. И когда нажимаешь на карандашик, все пропадает. Отредактировать название можно только нажав на карандашик под видео. И попадаете обратно в эту вкладочку, где вы можете удалять и переписывать. И обязательно после того, как вы что-то вредактировали, нажимаем сохранить. Кнопочка сохранить есть снизу и такая же есть сверху. Так, опять переходим на видео. Ставим паузу. Значит, смотрите, здесь еще есть улучшить видео, аудио, аннотации, подсказки и субтитры. Значит, я пользуюсь среди этого набора штучек, да, кнопочек, аннотациями часто и улучшить видео. Сейчас я расскажу, что это значит. Улучшить видео. Это мы можем это видео порезать. Вот. То есть, что-то вырезать из него, обрезать начало или конец, или со срединки. То есть, это уже пошел редактор. Редактора есть два в Ютьюбе. Вот этот вот, это такой вот, ну, самый простой, да, особо тут сильно не поизвращаешься. И еще есть такой более серьезный видеоредактор от Ютьюба. Вот, его предлагают отсюда к нему открыть доступ или же к нему доступ есть вот через эту кнопку добавить видео и вот, вот, видеоредактор. Вот, на него нажимаем и вам предлагается здесь редактировать. Если у вас несколько видео, они будут здесь все стоять в рядочек. Ну, а как пользоваться видеоредактором, это тема будет другого видео, поэтому сейчас это длинная тема такая, ну, она тоже нужная. Я обязательно запишу по этому поводу видеоурок. Значит, чтобы вернуться вообще на свой канал, вы всегда должны помнить про вот эту кнопочку. Возле значка Ютьюбе вот такие вот полосочки и здесь нажимаем мой канал и попадаем вот на главную. Ну, как не появится у нас фотография, но она обязательно появляется, но чуть позже. Вот, в разделе видео у нас уже появилось видео, как вы видите. В разделе плейлисты у нас есть уже один плейлист Мальдивы и понравившееся видео, он стоит под замочком, то есть, все видео, которые вы клацете лайк, оно собирается вот в этом плейлисте, но его, он ограничен, в ограниченном доступе, то есть, его не видят, хотя можно в настройках где-то сделать, чтобы видели. Что нас еще интересует, как видео добавить, кстати, я не показала, как видео добавить через кнопку, да, я показала, как перетащить, а как добавить, ну, в принципе, я показывала, но раньше. Нажимаем на ту кнопочку, ищем вот здесь вот видео, которое вы хотите добавить, вот, давайте вот это выберем, партнерка АТР, нажимаем открыть и оно загружается, то есть, то же самое, как это было и в случае, когда мы перетягивали видео, все очень просто, описание добавляете, теги используете, те, которые предлагает вам YouTube и добавляете свои, открытый доступ, закрытый доступ выбираете, здесь тоже можно, но он все равно будет закрыт, это видео, пока вы не нажмете кнопочку опубликовать. Плейлист можете, видите, вот Мальдивы плейлист уже появился, если вам сюда не надо его добавлять, создаете новый плейлист, или же просто никуда его не добавляете, видео может в свободном полете быть, не нужен ему никакой плейлист, хотя я всегда все видео добавляю в плейлисты, так проще потом и вам найти какое-то видео и людям удобнее ориентироваться на вашем канале. Вот, обработка завершена и нажимаем кнопочку опубликовать. Сейчас он еще будет обрабатываться, вот ссылочка на это видео короткое, которое можете скопировать, но вообще она еще сейчас не будет показываться, а, уже пошло. Значит, для того, чтобы свое видео кому-то дать, я думаю, это каждый знает, нужно скопировать эту ссылку, дать человеку, человек ее, на нее нажимает, либо вставляет в строку браузера и попадает на конкретное ваше видео. Если вы хотите дать человеку ссылку на ваш канал, вы нажимаете на название вашего канала, у вас формируется вот тут сверху ссылочка, вы ее копируете и тоже даете человеку, который, перейдя по ней, попадает на главную страницу вашего канала. И здесь будут еще видео, если они у вас есть. Так, что касается еще оформления канала, здесь можно поставить трейлер к каналу, это тоже очень важно. Здесь есть вот посмотреть как владелец или посмотреть как гость, как подписчик. Нам нужно выбрать посмотреть как гость. Вот гость будет смотреть, видеть ваш канал, когда зайдет на главную страницу, вот в таком виде. Окей. Возвращаемся в свое меню. Вы владелец, вот, и здесь вот можно редактировать настройки навигации, настройки канала, настройки навигации. Да, вот нам нужно в это меню попасть. Настройки навигации. Я рекомендую вам поставить здесь, так, да, вот это меню, обзор. В этом режиме можно выбрать, какой контент пользователи увидят на главной странице канала. Эта вкладка будет открываться по умолчанию. Включить. Нажимаем кнопочку включить. это комментарии. По поводу комментариев либо показывать сразу, либо отправлять на обсуждение. Тут вы выбираете, если ваше видео комментируют, сразу ли эти комментарии попадают для всех в видение, или же после вашей проверки. Я оставляю сразу. Значит, здесь мы нажимаем кнопочку включить и нажимаем сохранить. И вот у нас немножко меняется формат. Значит, для подписчиков, для новых зрителей. Нас интересует для новых зрителей. Для новых зрителей тут должен будет стоять трейлер. Это, конечно, не обязательно, но очень желательно. Если у вас тематический канал, вы можете записать к нему трейлер. Или вообще просто какое-то видео, которое вы хотите, чтобы каждый человек, который зашел впервые на ваш канал увидел, первым именно это видео. Вот заходим в этот раздел. Ну, только после того, как вы навигацию, настройки навигации сделаете. Заходим для новых зрителей и нажимаем трейлер канала на кнопку. И у вас будут здесь все ваши видео, которые вы выбираете любое из них и нажимаете сохранить. И уже когда заходит гость, вот он видит ваш трейлер, который сразу сам запускается и он может нажать подписаться на канал. Так, что нам нужно еще? Окей, сейчас перейдем в свое меню, где у нас появляется менеджер видео. Менеджер видео важная штука на ютуб-канале, потому что через него нажимаем на него, мы видим, что у нас есть на канале, мы можем изменять, редактировать, смотреть. Из этой вкладки я пользуюсь только удалить. Всем остальным я пользуюсь непосредственно заходя на видеоролик и через вот эти вот вкладочки. Я показала вам, что такое улучшить видео, еще покажу, что такое аннотации, но позже. Сейчас вернемся к менеджеру видео. Когда вы заходите в раздел менеджер видео, у вас появляется вот такое вот меню, в котором вы можете много чем управлять на своем канале. Когда у вас будет канал монетизирован и приносить доход, вот в этом вот разделе вы сможете видеть просмотры там, ну, короче говоря, вот отчеты о просмотрах, демографические данные, места по воспроизведению, источники трафика, короче говоря, вот это вот очень будет вам полезный раздел. Так, в разделе канал, в разделе канал нам нужно нажать на вот эту кнопочку, загружать видео продолжительностью более 15 минут, то есть если вы будете загружать длинные видео, больше 15 минут, YouTube не даст вам этого сделать, пока вы не подтвердите свой аккаунт. Нажимаете кнопочку включить и вас опять попросят подтвердить свой номер телефона, вы сюда вводите свой номер телефона и вам приходит смс уведомление, то есть вписываете, нажимаете отправить, открывается новая вкладочка, где вы вводите номер с смс число и у вас полноценный аккаунт, на котором вы можете загружать длинные видео. Я не хочу просто опять активировать через свой номер телефона, чтобы Google не подумал, что я борзею, у меня много аккаунтов. Виктория Катыченко подтвердить, это тоже здесь возможно через смс телефон, то есть когда вы это делаете, скорее всего автоматически и тут включится эта кнопка. Так, трансляции, тоже вы можете включить трансляции, это тоже через смс на телефон. Трансляции это вы можете общаться в видеорежиме с пользователями Google тоже. Это тоже тема для отдельного видео. Так, в общем, самое главное я вам показала менеджер видео. В менеджер видео можно зайти только с раздела мой канал, нажимаем сюда, выбираем мой канал и находим менеджер видео. То есть вот тут, вот там, вот тут, вот нигде его нету больше, тут куча настроек, конечно, в этом ютюбе, это вот другие какие-то настройки тут заходишь, да, то есть тут очень много всего, статусы функции у нас перекидывает, тут очень много всего, много настроек, сразу, конечно, совсем разобраться, ну, просто голова лопнет, это вам предлагается создать еще один канал, здесь, то есть от этого канала можно создавать еще много каналов, то есть на одну почту Google можно создавать, кстати, я искала этот раздел и вот случайно его нашла, здорово, то есть на одну почту вы можете создавать неограниченное количество каналов, бесплатно. Еще раз, чтобы не вспомнить, нажимаем на свою аватарку, нажимаем на настройки YouTube, то есть это как она называется шестеренка, попадаем в этот раздел и тут вот создать канал. Да, это как раз они недавно переделали, потому что здесь были другие, здесь можно было удалить канал, сейчас возможности удалить канал я не вижу, то есть убрали эту кнопку, удалить канал по-моему сейчас нельзя, или ее куда-то перенесли, я ее еще не нашла, то есть здесь вы можете название канала, новое придумать, допустим, что там, веселые зайчики, выберите категорию, логично, что выбрать компанию для организации, ладно, это можно поменять, в принципе, я принимаю и готово, сейчас посмотрим, на русском можно, можно, можно писать нашими, так сказать, русскими буквами, и у нас появляется опять новый канал, в который мы опять-таки вставляем аватарку через Google+, загружаем сюда, да, здесь ничего нету, ну, в общем, процедура та же самая, загружаем оформление канала, ваши фотографии галереи, выбираем из галереи, смотрите, какая прикольная заставочка, шапочка, написано, вот, и что у нас получается, при нажатии на аватарку у нас уже появляются два канала, видите, тот, который мы создали ранее, вот мы можем в него перейти, и если мы нажмем на мой канал, мы сейчас попадем на этот канал, да, и тот, который мы создали только что, вот, веселые зайчики, нажимаем на него и попадаем в него, опять-таки нажимаем мой канал и попадаем уже в этот канал, то есть, мы всегда попадаем на ту страницу, на которой мы находимся, да, чтобы попасть именно на канал, на который вы хотите, ну, и нажать на мой канал, ну, в общем, вы со временем со всем разберетесь, это, конечно, много тут всяких настроечек, добавьте информацию о канале, то есть, вы можете поклацать, посмотреть, добавить интересные каналы, популярные каналы, в общем, включить вот тут вы можете и обязательно, так, давайте вернемся на тот канал, на котором есть видео у нас, обязательно нажим, заполните раздел о канале, так, что это у нас ничего не написано тут, не на том канале, я просто, так, еще раз, мой канал, вот, с этого канала, мы заходим в раздел о канале, о, и у нас открывается описание канала, здесь мы пишем какой-то текст, например, к примеру, да, то есть, вы можете написать, как вас зовут, что у вас за канал, и т.д. и т.п., в зависимости от того, какая тематика у вас канала, нажимаем готово, описание есть, дальше, для коммерческих запросов ставим электронную почту, то есть, если ваш канал станет очень крут-крут, и с вами захотят связаться рекламодатели, напрямую, да, не через там партнерку или ютюб, или там какой-то интернет-магазин, в общем, это сюда вписываем свой адрес электронной почты, дальше страну выбираем тут свою страну, и ссылки, вот, здесь, в этом разделе вы можете добавить ссылки на соцсети, допустим, на свой сайт, ну, мне тут стоят соцсети, там, допустим, однако, одноклассники, и сюда ставим ссылочку на одноклассники, вот, готово, значит, и вот у нас появились одноклассники и ВКонтакте, и здесь может быть еще ряд ссылок, ну, по-моему, ладно, не знаю, пять штук помещается, кажется, на сегодня больше ничего не буду в этом видео уроке рассказывать, и так очень много всего я рассказала, но это основное. Далее я запишу обязательно видео уроки, как работать с видеоредактором на ютубе, потому что он достаточно нормальный, приличный, там можно многое делать, обходясь без всяких сложных программ, таких как Амтазия, через которые я сейчас записываю это видео, вот, и какие-то другие еще из программы. С вами на связи была Виктория Копиченко, если вам понравилось, ставьте лайк, есть вопросы, пишите их в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал, здесь будет еще много всего интересного. Всем успехов и встретимся на ютубе.